Та система использования земли, которой придерживались казахи, условно говоря, до 20-х годов или до 30-х годов 20-го века, являлась, скажем так, уникальной с точки зрения эффективности использования биомассы, свободно произрастающей на территории нашей страны или в нашем климатическом поясе биологической массы. То есть, условно говоря, давайте представим, весна, условно говоря, с юга снимается стада скота, кочевники ведут их по каким-то определенным маршрутам, причем они должны четко определенное количество километров. Годами отработаны маршруты, которые кочевники и скот сами знают уже. Вы знаете, я думал, что тут действительно очень все просто. Потом, мы читаем Абайкунанбея, в смысле, мы читаем Мухтара Уэзова, Еляси, Синберлина. То есть, для этих людей, поскольку они сами вышли из этой культуры, описывая все эти передвижения, они не обращают много внимания на то, сколько километров надо было пройти, надо было скот напоить, мог ли он долго там оставаться, не мог ли он там долго оставаться. Но тем не менее, к чему пришла, каким выводом пришла исследователь Сара Раперца? Она говорит, первое, она попыталась восстановить на небольшом участке схему, карту перекачевки. Сказал, что это невозможно без современных технических средств. Первое, компьютерное моделирование необходимо. Представляете себе, перекачевка длиной там даже в 200 километров. И 200 километров пути на этой территории встречаются какие-то островки, покрытые определенной растительностью, другие куски покрыты совершенно другим набором трав. Все эти травы в разное время набирают сок. То есть, постепенно, конечно, есть общее там, то, что с юга на север постепенно-постепенности поживает, но тем не менее, это все надо было четко знать, на какой участок, на какой участок, когда можно прийти, сколько там можно находиться. И второе, и когда она созреет. Когда она наберет максимальную храмовую ценность. И последним, нужны вообще чеснократные съемки с дронов. Почему? Потому что, находясь по земле, очень сложно себе представить объемно, где заканчат участок, который нужно именно в такую-то неделю, там, мая или, там, апреля, сколько можно скота туда загнать. В общем, она пришла к таким выводам, которые достаточно сильно прозвучали на данной конференции, года два назад, это в Германии было. То есть, первое, что кочевники, по крайней мере казахи, в начале 19 века, ссылки были на царские, там, земские источники и на ранний советский период, выстроили совершенно уникальную, с точки зрения наличия в тот момент у них технических средств, систему присвоения дикорастущих трав, растений, их скотом и переработки его, ну, как скажем так, в мясо. Переработки биомассы в белковую пищу, в протеины. Которые не имели невозможности вести записи, естественно, ни наших там нынешних компьютерных продуктов, программ, куда можно было все это загрузить, ни съемок с дронов или аэрофотосъемок. То есть, просто это истерически выверенное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова